Субтитры создавал DimaTorzok Дом ветеранов сцены Как они вкладывают свою душу, любовь к тем пожилым ветеранам сцены Настоящим ветеранам сцены, которые здесь проживают Это не могло нас не удивить, восхитить, порадовать И я бы хотел, чтобы вы тоже об этом знали Ну и наконец я представлю гостя нашей передачи Это человек абсолютно легендарный На передачах которого выросло, наверное, не одно поколение людей в Советском Союзе Это Сева Новгородцев Спасибо, что вы пришли И я бы, знаете, хотел начать вот с чего В разных странах выходят такие сборники Где, например, сто знаменитых флотоводцев Сто самых великих физиков Ну и так далее И вот я совершенно случайно, уже готовясь к этой передаче Я нашел такую книгу Которая называется «Сто выдающихся лиц и событий советской эпохи» И вот между Академиком Сахаровым, 20-м съездом и самиздатом я нашел вас Вот вы себя ощущаете таким культовым персонажем этой ушедшей эпохи? Я знаете, кем себя ощущаю? Я себя ощущаю героем известной притчи А именно, что Господь на том свете разделил всех по уму И на первом месте оказался, предположим, Наполеон На втором – Спиноза А на третьем был никому неизвестный сапожник из Хаципетовки Он был третьим умнейшим человеком в истории Но об этом знал только он и Господь Бог Так что я на признание как бы не рассчитываю Я работал со всей душой Я вам скажу, откуда у меня это Я провел лет 12 или даже больше на гастролях И поскольку я в оркестре в саксофонах сидел, то я был первым к аудитории В первом ряду Мы ездили с джазом Вайнштейна, джаз американский И условно говоря, если попадаешь в Южно-Сахалинск, это не всем искусство понятно И для меня самое страшное было видеть вот эти пустые стеклянные глаза в первых рядах А в первых рядах сидели обычно партийные местные бонзы И всякие влиятельные люди Поскольку им первые ряды давали Ну, кто бы ни приехал, все равно на концерт надо идти Потому что в этом Южно-Сахалинске многого не происходит И поэтому, когда мы играли этот непонятный джаз для партийных работников Они так сидели, что для меня это было страшновато И я когда вышел в эфир впервые Я изо всех сил пытался этим мысленным взором в виде этих стеклянных глаз Избежать этого явления Поэтому меня что-то все время подзуживало завязывать аудиторию Непонятно каким образом И потом это выработалось в принцип Такое, неважно о чем мы рассказываем Главное, что сидим хорошо Что нам по-дружески весело и интересно Но на создание этой атмосферы уходили значительные усилия Например, мне каждую передачу надо было начать с какой-то концептуальной шутки Или какого-то поворота И я помню, что вот этого дня, с ряды, когда я сидел и эту шутку сочинял Я уже за неделю начинал бояться Потому что ты садишься перед пустым листом И непонятно, чего туда писать И потом у меня техника выработалась, когда я сижу в прострации И любые мысли карандашом заношу Потом какая-то искра вдруг проскочит Из этого что-то получится Ну, в общем, это все стоило немалого труда Но вроде результаты, судя по вашему рассказу, есть Ну, результаты, знаете, даже не по моему рассказу Мы здесь вот прошлись по этому замечательному заведению И в коридоре, значит, встретили человека Для меня вот это было действительно реальное воплощение В общем, того, что вы не зря 30 лет вкладывали вот свой талант, душу вот в эти передачи Человек, который сказал, я вырос на ваших передачах Ну, в общем, где-то с шестого класса Это было очень здорово и очень трогательно Добро пожаловать на наши рок-посевы Вы когда-нибудь видели, как финансовая биржа работает? Ну, конечно, видели Стоит толпа, все чего-то кричат, руками машут И что любопытно Каждый такой жест – это сделка И на этой сделке можно выиграть А можно и крепко проиграть И все – не откажешься Рукой махал, обещал купить-продать А как бы хорошо Сделал постную мину, губы трубочкой вытянул А чего? Я это вовсе не махал, не покупал, я ничего не продавал А нет В биржевом деле главное слово – честность Там все на доверии держится Да и в бизнесе тоже все предпочитают дело с честными иметь И потому для нас встает сегодня принципиальный вопрос Как узнать, что человек честный? Очень просто Спросить его Ты честный? И если он, глядя синими невинными глазами, твердо скажет Да, честный – значит точно Жулик Сегодня мы продолжаем нашу битлологическую серию 35-й передачи И заглянув для начала в рок-хронику Видите ли, мне очень повезло, потому что я попал на BBC Когда еще не было распространения многочисленных радиостанций Я помню, в 90-м году впервые я приехал в Россию Только тогда открыли вот границы И я бывший отщепенец, эмигрант Значит, наконец, все-таки мне удалось приехать сначала в Киев, а потом в Москву И все тогда ко мне шли и говорят «Се, Владимир Ильич, ну вот что будет дальше?» А еще 91-го года не было И я им всем рассказывал одну историю, случившуюся со мной Я был в Италии, я там занялся христианской работой с американскими миссионерами И они меня возили по стране И мы приехали в мелкий какой-то городок итальянский И меня привели к Дисжакею, этому парню лет 18 Он сидит у себя в комнате, в окошко высунул антенну Он пробивает только свой квартал У него вертушка, он крутит Его слушает квартал и говорит «Вот это будет у вас» И я говорю «Да, такого не будет никогда» Так оно и случилось После 91-го года, когда приоткрыли занавес И стала возможность создавать свои собственные радиостанции То они появились везде Их зарегистрировали там больше 30 тысяч Там 35 тысяч на тот момент, когда я рассказывал Но из них действующих может быть 10 Но произошло полное распыление радиоаудитории Потому что каждому человеку, как в Америке Важны прежде всего на первом месте новости местные Это в Советском Союзе новости начинались с того Что какие-то хлеборобы что-то пахали, сеяли, металлур гелили, чугун и так далее Поэтому произошло полное распыление аудитории Которое я застал в начале своей радиокарьеры До этого периода я в этот процесс вошел Понимаете, вот это было, конечно, очень удачно Потому что потом собрать аудиторию Которую по оценкам у меня было 25 миллионов Никакими силами и никаким талантом уже сделать невозможно Но мы к этому еще вернемся Я просто хотел сказать, знаете, вчера мы вот снимали вашу коллегу по джазу Вадима Неплохо И вот был перерыв между съемками Он сидел там так на некотором возвышении Прошел какой-то человек, не знаю, кто он такой Он говорит, вы что-то послушали, вы что, про джаз снимаете? Ну, сказали, да, снимаем Он говорит, а Левенштейн будет? С моей коллеги И Сема Сидорова говорит, нет, у нас такое не запланировано Вот Давайте немножко об этом поговорим Да Я джазом занялся в мореходном училище в Макаровке Я учился, ныне Академия И на третьем курсе я пошел в духовой оркестр Отчасти из корыстных соображений Потому что муззвод жил отдельно И не ходил на построение Не было муштры этой военной дурацкой Дали мне сначала такой духовой альт Я сидел и играл секунду Это когда в духовой оркестр играет Это был я Потом в училище, поскольку старшие курсы заканчивали и уходили А это были все солисты И нашему капельмейстеру, дяде Коле Нужно было все время готовить новых людей И он меня заприметил И вот в конце третьего курса Я уезжал на практику куда-то на Северный Ледовитый океан Плавать матросом Он мне сунул кларнет Показал пальцовку и говорит Осенью вернешься, будешь уже партии играть Вот учи Так что я на этом кларнете, на пароходе Хасан Тянул ноты и так далее Помню, что матросских должностей на Хасане Первый месяц не было И мне говорят Хочешь сиди в резерве Хочешь сиди на пароход Но будешь кочегаром работать И я, господа, должен с гордостью вам сказать Что я есть один из последних угольных кочегаров Потому что после этого Хасана Уже угольных пароходов не было Просто их никто не заказывал Я был кочегар второго класса Я подкидывал кочегару первого класса Несколько тонн угля за смену Он ее сжигал И отходы вот эти спекшиеся Я их заливал водой Вонище, дым, ничего не видно Я должен был выкинуть все это за борт Но от работы совковой лопатой Вот эти места все растягивались Все И я когда брал кларнет У меня кровообращение заканчивалось на локте Приходилось трясти руками и так далее Но, в общем, к осени Я кое-как уже партии на кларнете играл Где кларнет, там и саксофон Потому что у нас параллельно духовому оркестру Существовал оркестр эстрадный Тогда так называлось И мне дали саксофон Необычной формы У него не было нижней ноты си бемоль То есть си было, си бемоль То есть раструб был у него короче Чем у современного тенора И я смотрел там какие-то разводы И потом я разглядел уже в увеличилку Что это был французский саксофон Мастерских самого Сельмера Как он попал в училище Макарова Я себе не представляю Но я вот на этом Рыдвание приходилось чинить бесконечно Перекрывать Вот я вот, так сказать, сел в ряды саксофонов В училище Происходило все это методом Как бы хватания такого Собачьей хватки Потому что не было ни академии Ни учеников Ни методики Ни материалов никаких Вот то, что слышишь, то и играй Поэтому все происходило в ускоренном виде И люди, с которыми я дружил Там интеллигентные семьи Где дамы десятилетиями играли гаммы Просто не могли мне поверить Что я позавчера еще был никто Сегодня я сижу на сцене Я говорю, такого не бывает Понимаете? И когда я их пригласил на концерт И когда они увидели Что все действительно работают Что все это играют И играют вместе И стройно Они были поражены Но это вот была такая школа Что вот Да, вот тебе дали Давай играй И так я, собственно, вошел в джаз А для того, чтобы руководить Эстрадным коллективом У нас наш дядя Коля не тянул Он был военный музыкант Поэтому я, познакомившись С Давидом Голощокиным Тогда юным совершенно созданием Пригласил его к нам Руководителем эстрадного оркестра Ну, на правах самодеятельности Додик, в свою очередь Меня кооптировал В телевизионный ансамбль Так назывался Джаз-октет Литмо Очень модный был тогда Молодежный коллектив И мы играли на ленинградском телевидении У нас был такой телевизионный клуб молодежи И при передаче был свой оркестр Вот это ленинградский октет Литмо И вот, значит, оттуда Кое-какие известные люди вышли Ну, Голощокин сейчас у нас уже народный артист Левкович басист, по-моему, сейчас преподает Я не знаю, что делает Сергей Лавровский Трубач наш Эдик Бернштейн С поющими гитарами потом работал А я потом попал тоже к Вайнштейну на саксе Ну, в общем, так до эмиграции Я с саксофоном, так сказать, и жил в обнимку Только эмиграция меня с ним разлучила Давайте немножко вернемся к истокам Вот вы свою родословную с отцовской и материнской линией Вы знаете вот откуда? По материнской линии это линия Сидоровых А дед мой, Михаил Матвеевич Сидоров Был такой продукт христианской эпохи Вот этой русской Это был человек, воспитанный на принципе неосуждения никого Он не мог ни про кого сказать ни одного плохого слова Все у него было хорошо, замечательно У него была слабость, любил дамский пол Но в рамках, естественно, той христианской морали Которая была ему дозволена Поэтому, когда супруга его скончалась То он во время войны поехал в эвакуацию в Кострому И там все нашел молодую жену На 33 года его младше Простите, он был священнослужителем? Он был священнослужителем любительского плана Значит, он всю жизнь хотел быть отцом-диаконом Но поскольку специального образования не было И в священниках он не ходил Надо было дождаться 24-го года Когда всю церковь вычистили Когда священников всех разослали или расстреляли И в церкви, в Гатчине, где он жил Образовалась вакансия У него был прекрасный, красивый баритон И он всю жизнь мечтал выйти в облачение и сказать Всем миром Господу помолимся И вот наконец представилась такая возможность За эту роскошь семью Сидоровых лишили продуктовых карточек Всех возможных только пособий И в общем они фактически оказались в нищете и в голоде Но вот дед осуществил свою мечту Варвара Ивановна, моя бабка, которую я так никогда и не видел Поскольку она умерла в 45 лет от такой жизни Мне мать всегда говорила, что бабушка твоя, моя мать Мама Варвара Ивановна умерла У нее были все свои зубы и пышные роскошные волосы То есть она, видимо, умерла на почве, так сказать, нервных переживаний Невозможности как-то себя осуществить И, в общем, заботы житейские ее съели По отцовской линии, по еврейской Мой дед Самуил Левенштейн Они жили когда-то в Лейпайе, в Лебаве Вся семья Левенштейнов И, собственно, я интересовался этимологией самой фамилии И вот уже несколько лет назад мы нашли на юге Германии Город Левенштейн Это центр производства вина Город на 40 лет старее Москвы Но он очень маленький, там 5000 человек Это просто центр местного виноделия Ну и, в общем, я как-то коррелирую вот это название города и фамилию Так семья Левенштейнов разделилась на две части Одна часть уехала в Америку, куда-то в Цинценате И, естественно, в сталинское время никаких контактов Даже самых поверхностных поддерживать было невозможно А детка мой уехал в Кронштадт И стал портным при местном минном училище Там училища, значит, на офицеров А мундиры раньше были не по размерам 41, размер 2, там, или 3-4 А индивидуально То есть у деда было 23 портнихи Он был невысокого роста Очень похож на Чарли Чаплина Комичный до предела человек Я вспоминаю, как он мне показывал свою любимую интермедиу Это как портную нитку шьет Воображаемую иголку Он вдевал, завязывал, потом шил Потом нитка становилась все короче, 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 короче И, судя по всему, как и Чарли Чаплин, охочь был до дамского пола И когда моей бабке Ольге Марковне доносили Бабка поджимала губу и говорила Ничего она говорила Ни карандаш не сточется Мой отец вырос в этой семье Ну, он был принят в гимназию, в Кронштадтскую Поскольку семья была зажиточная И была для евреев 5-процентная норма Совершенно официально их брали И более того, зная, что у них вероисповедание другое На уроке закона у Божьего Ко всем приходил батюшка православный А к еврейскому контингенту призывали раввина Так что вот вам приметы царского времени И отец говорит, что, ну, во-первых, он ходил в этом мундирчике С пуговичками, фуражки блокированные И курсанты минного училища В мундирах, сделанных специально под их фигуру Выглядели, конечно, блестяще И когда приезжал император А Николай II приезжал в Кронштадт Может быть, даже не один раз Отец его видел так вблизи Они выстраивались, конечно, была картина Совершенно замечательная Семья Левенчатейнов жила на бархатной стороне Проспекта этого главного Потому что там была бархатная сторона и ситцевая На бархатные ходили офицеры и высшие чины А по ситцевой низшие чины и кухарки Так вот, на парке, на городском было написано Собакам и низшим чинам вход воспрещен Но отец рано заболел морем 14 лет пошел на флот Но его взяли только камбузником Мыть посуду и кастрюлю И настолько на него это повлияло На всю жизнь Посуду он мыл еще с удовольствием Но кастрюлю мыть отказывался наотрез Человек он был очень способный Быстро восходил по служебной лестнице Учился много И в 1933 году стал самым молодым капитаном на Балтике В 29 лет Вот, а потом началась война Он был в торговом флоте? В торговом флоте, да Началась война Он остался здесь в блокадном Ленинграде При штабе он занимался, по-моему, организацией водного транспорта через Ладогу Всеми этими баржами, буксирами командовал и прочее Но время было жуткое И он, по-моему, в 1943 году заболел сразу восемью болезнями Организм был истощен Воспаление легких, еще что-то, еще что-то И его посчитали мертвым Никаких признаков жизни И положили его в морг И тут с фронта приезжает его друг Юра Я потом его узнал Доровенный такой мужик С громогласным голосом И говорит, а где Борис? Ну, это победитель такой по жизни, знаете Он не может быть никем, кроме как командиром этот Юра И он говорит, Борис умер Как умер? Покажите! Привели его в морг Он увидел, что человек-то не разлагается Значит, какие-то стал искать признаки жизни Зеркало, что ли, поднес Но, в общем, он понял, что этот человек не умер еще Он строил страшный скандал Отца из морга вынули Положили в палату Он восемь месяцев отходил Я видел фотографии его после этих восьми месяцев Адутловатое такое нездоровое лицо Но остался живой Далее следующая глава Мы уже живем в Таллине Отец сам опять в пароходстве Дослужился до замначальника пароходства А Юра этот уже был капитаном первого ранга Он заканчивал военную карьеру И приходил к нам регулярно в гости И мы уже знали, как его принимать Мать зажаривала ему целую здоровенную курицу с рынка И Юра ее съедал до последней косточки А кто занимался вашим воспитанием в детстве? Воспитателем? В основном мы с матерью очень дружили Она меня считала своим советником уже с 11 лет И у нее осталась вот эта вот сидоровская доброта Знаете, эти русские люди, которые все с уменьшительным суффиксом называют Там, севушка и так далее Мать моя очень была добрая и коммуникативная, как сейчас говорят, женщина Она никуда не могла прийти вовремя Потому что по дороге надо было поговорить И с Ольгой Борисовной И с Светланой, значит, Геннадьевной И с теми Никуда она вовремя не попадала И мы с сестрой, с моей Наташей Часто, так сказать, острили по этому поводу Что она никуда, никогда вовремя прийти не может На что Маман нам сказал А что вы, говорит, смеетесь, говорит Хорошие люди всегда опаздывают Вот это никакому англосаксу формулу не объяснить Что значит хорошие люди, почему они опаздывают Да потому что эти славяне Жили в совсем другой временной рамке Они жили все время в вечности У них никогда не было ни минут, ни секунд Знаете, вот встретимся на закате под ракитой Вот такие временные рамки Поэтому в них была такая неизбывная природная доброта И некоторая размытость структуры жизни Что с одной стороны их все любили А с другой стороны Как бы в какую-нибудь фирму западного толка Этих людей брать совершенно бессмысленно Они тебе весь бизнес по американской модели Тут же и разрушат Так что вот мы с Маман вот так вот В дружбе так и выросли Пока я не уехал учиться Добрый вечер, друзья Прежде чем приступить к рассказу о группе Форренер Иностранец Расскажу вам байку из своей биографии Как меня самого однажды чуть за иностранца не приняли Дело было в Ленинграде Ехали мы как-то с приятелем На троллейбусе с Малой Охты на Петроградскую Путь не близкий И чтоб зря время не терять Стали мы для практики По-английски разговаривать Слышу за спиной Две девчонки из ФЗУ Переговариваются Смотри, Люська Говорит одна Иностранцы Кажется, англичане Посмотрела пристально Люся на меня Потом на приятеля Нет, говорит Евреи Я так прикинул Что, в общем, ваши первые школьные годы Попали как раз вот на эту кампанию борьбы с космополинизмом Это как-то вашу семью задело? Затронуло, конечно, да Значит, представьте себе 47-й, 48-й и 49-й год Мой отец замначальника Балтийского пароходства Что такое Балтийское пароходство тогда? Это больше 10 тысяч моряков Это больше 200 судов разного калибра Отец мой Почему замначальника? Потому что он был командующий флотом непосредственно У него была голова как компьютер Он знал, какое судно где находится Какой груз берет, куда идет И так далее У него вся картина была А начальником пароходства всегда был традиционно партийный человек Ставленник какой-то по партийной линии И отец мой блестяще справлялся с этим всем делом 47-й год Авария Пароход Печенга Идет определенным курсом на Балтике А тогда гирокомпасов еще не было Были магнитные компасы У магнитного компаса он всегда подверает Но моряки знают, насколько он подверает Это так называемая поправка Поправка, да И второй помощник эту поправку в курс Ввел не с тем знаком Предположим, надо было плюс 7 градусов Он сделал минус 7 градусов Или наоборот Поэтому думали, что плывем туда А поплыли туда На 15 градусов в сторону Сбились, сошли с курса И Печенга села на камне На мель Ну ладно бы еще села Мой отец руководил спасательными операциями Но шторм начался И начал об эти камни колотить Пробило днище Хлынула вода Надо было груз спасать И вот в штормовых условиях Подошло другое судно Груз спасли Команду спасли Но какая-то женщина Там буфетчица или повар Она, естественно, не моряк Неповоротливая Как-то на трапе Неудачно встала Ее смыла за борт Она погибла Короче, суд У меня хранятся в архиве Оригиналы судебного постановления Естественно, четвертая копия На копирке Капитан Написано Какой-то бушен там В скобках Из дворян Якобы был пьяный в это время В момент аварии Приговор суда С расстановкой написано Буква-пропуск 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 Расстрелять С конфискацией имущества Отец Знал капитана этого Они с ним много лет дружили И он, прощаясь с ним На суде его обнял Вот этого отцу не простили И тут как раз подоспела Борьба с космополитизмом Отца Исключили из партии Выгнали с работы У него случился нервный срыв То, что называется Nervous breakdown Сейчас в Америке Он попал в клинику Лежал там полтора месяца Когда вышел Это уже был другой человек У меня отец был веселый Искрящийся Обожал детей Всегда со всеми шутил Его везде любили Ну, в общем, друзья И продолжали любить и помогать Но Они ему помогли Как-то устроиться Сначала отец уехал в Ригу Что-то там месяца три Пробыл, но не склеилось Потом ему нашли В Эстонии В Таллине Работу Карьера начинать С самого начала Он приехал Диспетчером туда То есть принимать сообщения Передавать по начальству Но поскольку Как говорят Сейчас у Мища Ты не спрячешь И квалификация есть Они вынуждены Нищенская зарплата Неизвестно Допустили ошибку И остались в живых Если отец ей что-то рассказывал Со строгим наказом Никому не передавать Она шла и тут же рассказывала всем Потому что для нее Желание общаться было сильнее А если ты общаешься Ну ты открываешься Отец тогда перестал дома Какие-то откровенности себе позволять И он все время держался Вот в таком корсете А уж потом Когда он стал совсем стареньким Приехал в Лондон Потому что мы не виделись К тому времени С 75-го по 90-й год 15, там 14-50-15 лет А это мой папа Все? Да Тогда он уже мне начал Рассказывать истории Из 30-х годов Связанные с Лондоном В частности Мы пришли к лондонскому мосту Тауэр-бридж Там, где находится Знаменитая королевская тюрьма И так далее Он говорит А мы вот здесь швартовались В 38-м году Я говорю, что? Понимаешь, говорит Перед уходом в Англию Что-то принесли На судно И положили Напротив каюты капитана В каптерку под трапом Такое Хранилище было небольшое И всю дорогу Говорит Красноармейцы Со штыком С примкнутым к винтовке Круглосуточно Вахту несли Мы, говорит, ничего не понимали Зачем это и что И когда мы А, наконец, швартовались У лондонского Тауэр-бриджа Приехали какие-то машины С сигнальными там Лампочками И открыли каптерку Там лежало золото В слитках Это товарищ Сталин Расплачивался за что-то Не знаю за что В 38-м? Ну да, конец 30-х годов До войны Да-да-да-да-да Вот какие-то такие истории Поэтому То прошлое время Он уже мог На старости лет Позволить себе Расслабившись Рассказать и описать Борис Ливенштейн Капитан дальнего плавания Вспоминал о жизни В крепости Кронштадта До революции И о кронштадтском восстании 21-го года С началом мятежа Кронштадта Моего отца арестовали Он был заведующий Мастерским самонархоза И почему его арестовали Значит он якобы агитировал Против ревкова Ну Кронштадт был небольшой Но очень чистенький Очень хороший город С населением 28 тысяч человек Причем главный военный порт Балтийского императорского флота Откуда отправлялись еще Парусные суда на завоевание Других территорий На открытии территории Моряки в основном Очень культурный народ конечно Образованный Который бывал везде И видел как люди живут И поэтому все это было Очень у нас Интеллигентно Я бы сказал И очень вежливо Кроме того Кронштадт был большим Еще коммерческим портом Поскольку Ленинград был мелководный Еще канала не было Глубоководного в Ленинград Большие корабли Переходили на Кронштадтский рейд Разгружались там И на баржах Дальше перевозились грузы По России Кроме того Значит у нас была Большая биржа лесная Откуда экспортировала Главным образом лес То есть лес Шел экспортом тоже через Кронштадт Через Кронштадт На баржах приходил Кронштадт Разгружался И экспортом шел И у нас в Кронштадте Были консульства Почти всех стран Невероятно Сейчас это Ну он был Ну настоящим морским таким Ваш выбор профессии В общем Морской Он был определен Да вот Отцом Или у вас были какие-то Отец Отец хотел Чтобы я был моряком Естественно Я хотел быть В девятом классе Вообще в 14 лет Я показывал какие-то актерские способности Я там выиграл Эстонский конкурс Чтецов Художественного исполнения Я им Закатил Монолог Клистакова Я его скопировал С артиста Местного русского Драматического театра С шикарной фамилией Росомахин Росомахин делал Монолог Клистакова Как концертный номер Я был под таким впечатлением Что пришел Нашел Томик Гоголя Выучил весь этот текст И сидел У израсовой печки Где отражался я В слабом таком виде Этот монолог Без конца читал Короче Я пришел На конкурс чтецов Монолог этот закатил И они были поражены 14-летний мальчик Такую зрелую Им дает актерскую игру Хотя это было все Копия Росомахина Дали мне премию И в местном Драмкушке Я был такой звездой Но потом Классу к девятому Я решил стать Кинооператором Второе мое Было увлечение Я очень много фотографировал И мне нужен был Хороший фотоаппарат Зеркальный фотоаппарат Зенит Тогда только появился В советском производстве Первая наша зеркалка Стоил он там Как половина Или там почти Целиком отцовская зарплата Поэтому я отцу сказал Что хотел бы Он говорит Ну Я тебя купить не могу Но я тебя на работу Устроил И он меня устроил Сначала Учеником Матроса второго класса На лето На каботажном судне А потом Я в течение лета Стал матросом Второго класса И уже Какой-то там Денежку зарабатывал Зверская совершенно работа Спать не давали Все эти два Или три месяца Но в конце концов В конце лета Я получил столько денег Что купил себе Этот Зенит И я много снимал Там у меня был Целый портфель Но актерское призвание Меня все время манило И поэтому Я с маменькой Поехал в Москву И мне сказали так Если поступишь В училище Щукино Или Щепкино Будешь актером А так Какие-то мелкие Актерские школы Училища Смысла нет Будешь где-то Прозябать в провинции И так Ничего из тебя не получится Поэтому мы поехали В Москву В училище Значит Щукино И Щепкино Я сдавал Там со своим Монологом Христакова Но Молодой юноша С еврейским лицом С фамилией Совершенно Еврейской Немецкой Понятное дело Что шансов Не было никаких Ну кого бы я играл Да Каких героев Поэтому я до второго Тура дошел И там и сям Но Дальше не пошел Я был Совершенно Разбит То К чему я себя готовил С 14 лет То На что себя Нацеливал Внезапно Все обвалилось И я оказался Как в вакууме Я помню Был совершенно Прострацей Мы пошли в скверик За большим театром Сейчас там Скверик по-моему Уже нет Какие-то пивные палатки Стоят Но было такое Тихое место Вот где задняя стена Театра Там скамеечка Стояла под густыми Деревьями Мы с матерью Сидели И молчали Я был совершенно Опустошен А рядом сел Пожилой еврей И не глядя на меня Сказал В пространство Сказал Что с вами Молодой человек Сказал У вас в глазах Грусть всей нации Ну Когда мы вернулись Домой Отец говорит Ну по-твоему Не вышло Давай по-моему Поскольку В театральный институт Экзамены Вот эти Принимались За месяц До Общевступительных Чтобы дать Возможность Людям Не терять Этот год Я поехал Сдавать В Макаровское Училище Ну Не блестяще Сдал Из 25 Набрал 23 балла То есть Все-таки Там Три пятерки Две четверки Это был проходной балл Можно было принимать Или не принимать Но конкурс большой был? Конкурс Ну человек пять Было на место Я думаю Но поскольку Я потомственный моряк По их понятиям был Они сказали Что вы набрали Проходной балл Но мы решили вас принять Поскольку знаем И уважаем Вашего отца Бориса Сочи Потому что он В Ленинграде Был большим шишкой И знали его люди И по работе В Таллине Дело в том Что когда он был Начальником Балтийского Проходства Он был начальником Всей Балтики Когда освободили Ригу и Таллин То все суда Из Риги и Таллина Попали Под командование Отца И он там Восстанавливал Это все И очень много Сделал Поэтому я поступил В училище Ну что Учился Я стараюсь Его не подвезти У меня много Было потом Случаев Когда я Из-за границы Плавал И так далее Говорили Что ж ты не сбежал Я отца подвезти Не мог Понятное дело Ну я учился Старался хорошо Но на третьем курсе Пошел в музвод Как я уже рассказывал И был уже Полупрофессиональным Музыкантом На выпуске Мы уже С додиком На телевидении Играли Всякие халтуры Джазовые Распределили Меня К отцу Но это было Непросто Распределением Училища Это была Комиссия Распределительная Но вот Как ты попал Как будто бы К святому Петру Он решает Кто в рай А кто в ад Сидели люди Совершенно такие Все в позументах И решали Что с тобой будет Возглавляла Этот консилиум Первая женщина Капитан Анна Ивановна Щетина Поскольку она была Женщина Она была Круче любого мужика Это было Кремень А не человек Я потом уже Задним числом Узнал что она С отцом плавала И они были знакомы Но в тот момент Мне это было неизвестно И отец мне ничего не сказал И говорили Что Щетина Всегда делает все наоборот Когда я пристал Перед этим консилиумом Так дрожу Коленками Она говорит Где хотели бы плавать И говорю На Дальнем Востоке Она говорит Поедете в Эстонию Эстонские проходцы То есть Это была разыгранная Мизансцена Которую я играл Наугад А она знала Что ей надо ответить Поскольку она меня Направила К отцу Под крыло И таким образом Стало возможно Что мне и визу открыли Потому что меня Из училища Без визы выпустили Я был неблагонадежный На саксофоне Джаз играл Понимаете Кто такому человеку Визу откроет А когда я приехал В Эстонию Мне визу открывали Уже на собеседование В ЦК партии Они сказали Что мы знаем Уважаем вашего отца Вы отдаем вам визу Надеюсь не подведете Ну понятное дело Ну я и не подвел Все же Зима Как сказал однажды Наш ротный командир Ковторанг Суханов Зима наступает В полном порядке И прибавляет нам Соответственно Градус за градусом Ниже нуля Как-то однажды На утреннем построении Когда солнце уже встало А луна еще не исчезла Он начал очередную речь Сегодня Сказал Ковторанг В этот солнечный И тут повернувшись Он увидел на небе луну Сегодня в этот Солнечный Лунный день Продолжение речи я забыл Но таким вот Солнечным и лунным Мне этот день И запомнился навсегда А можно вспомнить Что-нибудь самое Вот оставшееся По сей день Из вашей морской Жизни Морской карьеры Ну истории очень много Одна из них Это у моряка У одного нашего матроса Что-то случилось с ногой Нога вот так вот раздулась Меня капитан По-моему это уже был Полковский Я под эстонцем плавал А потом был у нас Такой блестящий тип Совершенно И полковский мне говорит Силл Борисович А он аристократ был такой Капитан Всегда в белой рубашке Исключительно вежливый Хладнокровный Красавец-мужчина Он говорит Силл Борисович Берете матроса Едете в больницу Если надо Ждете его На такси Приезжайте И привозите его назад То есть я оказался За границей Тогда один С этим матросом Я матроса привез в больницу Вскоре Это в какой стране было? Это было в Англии Не помню По-моему в Ливерпуле В городе Я привез его в больницу Поскольку я по-английски говорил Я им объяснил Что вот такое дело Они говорят Да, мы сейчас им займемся Приходите через 4 часа И я оказался За границей Вообще один Ну на моем месте Там не знаю Сколько народу Решило бы Так ему там и остаться Прийти в полицию И сказать Сдаюсь И пожалуйста берите Но естественно Я не мог С моей родословной И ответственности перед отцом Я пошел по городу гулять Набрел на витрину Где происходила Музыкальная смена Как бы поколений Тогда очень популярным Был кларнетист Акер Билк Он в желтом клетчатом жилете Был и в котелке И он играл на кларнете Стрэнджера на шоу Такая мелодия Все ее по радио играли Но Акер Билк Был представителем Диксиленда И как бы уходящей музыкальной культуры И только-только Появились Битлз Это видимо 63-й год Лето В витрине Четверка Битлз В муляжи Продавались костюмчики С круглым вырезом Вот здесь Им Брайан Эпштейн Такие костюмчики придумал И было написано As worn by the Beatles Покупать такие костюмчики То есть я столкнулся С этой историей Непосредственно В ее первом воплощении Вторая история была Я пошел По-моему тогда же В киоск И посмотрел Полистал цветные журналы И тогда разразился Страшный скандал С министром Маловоны Профьюму Там был такой Любовный треугольник Профьюма встречался С одной дамой Легкого поведения У которой Любовником был Наш Агент Полковник Значит Военный атташе Но она любила Полковника А с тем По службе Просто встречалась И Профьюма И кое-что Рассказывал Что попадало Тут же полковнику Страшный совершенно Скандал И вот эти журналы Со всеми этими картинками Я купил Ну для ознакомления А куда их положить? Если ты в каюте Положишь у себя Придут погранцы Там таможня Найдут Все Конец карьеры Поэтому У нас рядом С капитанским мостиком С навигационной комнатой Была крохотная каютка Для лоцмана Если ты Предположим Приходишь Куда-нибудь В Гуль Или в Ревельпуль Куда доступ Только по реке Речные условия Капитаны Знать не обязаны Они всегда Обязаны брать Лоцмана И вот этот Лоцман Если надо Переночевать У него там Есть для этого Место Вот Лоцману Я под матрас Все эти журналы И положил С него Какой спрос Это же Идеологически Не выдержанный Западный гражданин Погранцы Конечно Нашли Ооо Какие тут Журналы И тут же Их изъяли Ну я остался Так сказать В стороне Добрый вечер Друзья С прошлой недели Я в отпуске И хоть Голос И звучит Сейчас для вас Туловище Уже на работу Не приезжает Занимаясь дома Игрою на флейте Или крашением Забора в саду Наготовить программ На весь отпуск На этот раз Не удалось Поэтому В ближайшие Две недели Мы будем повторять Программы Об ансамбле The Who Кто Тем более Что такого рода Заявки поступали В ваших письмах А сегодня Продолжаем рассказ Начатый на прошлой неделе Рассказ о группе ЕС Ну хорошо Давайте перейдем Уже к вашей Чисто музыкальной карьере Давайте поговорим О оркестре Айосифа Владимировича Майнштейна Что это было Для вас Ну мы на них Просто молились Все училище Мы по четвергам Со своими там Друзьями Курсантиками Джазменами Ходили их слушать Это был Такой клуб Своеобразный Неофициальный Потому что Оркестр Враньшина На работу Приходил раньше У них была Репетиция До начала И когда они Начинали Там часов в семь Еще танцующих Не было Они подтягивались Позже Ходила по залу Женщина Техничка В ситцем Халате И стругала Стереновую стружку Или восковую С тем Что потом танцоры Это втерли бы В паркет И не надо было бы Никаких полотеров Нанимать А оркестр Ванштейн Это были Молодые Блестящие люди Которые Всем своим видом Как бы бросали Вызов советской власти Советская власть Была Это что Расхристанный Какой-то Пролетарий Не всегда Совершенно трезвый Они только на плакатах Были В монтировках Там И со строгим лицом Это все Это было такое Расслабленное государство Лозунг которого Было Они делают вид Что платят Мы делаем вид Что работаем Здесь было все наоборот Здесь их деньги Интересовали Постолько Поскольку Это люди Работали На совесть И главное По душевному призыву Они играли Идеологически Противоположную музыку И делали это С колоссальной любовью И старанием Тщательно Все отрепетируя Ну Предположим Гена Гольштейн На этом фоне Это социалистическая Расхристанность И человек Абсолютно Прилизными волосами Не морщинки На одежде И все это Венчает Накрахмаленный Туговоротник Который Как фанера По нему стучать Можно Галстук Так Все И на саксе Играет С потрясающей техникой Вот на этих людей Мы ходили Смотреть И слушать По четвергам И там я зазнакомился С Голощокином Голощокин Я пригласил тогда Руководить Нашей эстрадной Самодеятельностью Он меня взял себе В джаз-актет И так продолжалась Наша дружба И многих мы тогда Видели Рома Кунцман Тогда приходил Потом знаменитейший Альтист Он был тогда Военным воспитанником Еще на кларнете Играл в какой-то Воинской части И многих разных людей Мы тогда Все зазнакомились И дружили И для нас Воинштейн Это было Конечно Нечто недосягаемое Потому что Дисциплина Музыкальная В оркестре Строй Мастерство Владение Всей этой Оркестровой Техникой Но это было Как оказаться Перед оркестром Гленна Миллера Потому что По классу Они были Очень близки А потом Случилось так Что я приехал В отпуск С флота Додик меня сманил В Лен-концерт Работать Мы каком-то певцо Компонировали Поездили мы с ним По гастролям полтора года А потом пригласили его И нашего басиста Вика Смирнова К Вайнштейну А потом Они и меня взяли Потому что Уходил Баритонист Джордж Фридман Джордж Фридман Был мастер Баритона Он держал Вообще Весь оркестр Своими низкими Нотами Работа зверская Легких не хватало Но он Пловец Бывший Он мог Посадили меня На баритон Но это конечно Бледное подобие Я ничего подобного Выдавать не мог Просто физически Инструмент у меня Был такой Никак у Джорджа У него был Сельмер У него здоровенный И тогда Видимо и страдания Тенорист Тогда Красавец-мужчина Похожий на Жанна Море Говорит Давай с тобой Поменяемся Саксофонами Ты мне отдай Свой баритон И я И он мне отдал Свой тенор Сельмер И я тогда Стал тенористом А потом Гену Гольштейна И всех наших Лучших музыкантов Сманили в Москву Его, по-моему 59-й год, да? Да, это 60 Там какой-то Девятый Видимо Когда Гена Переехал 60 Нет, скорее 67-й лет Он уехал По-моему К Людвиковскому А потом играл В разных оркестрах Несколько лет Пока не вернулся Наконец в Питер Устав от Москвы Он потом играл У Лундстрэма Все там Перипетии Не помню А Додик У него там Разнообразная Музыкальная карьера Но он тоже В Москве Какое-то время Проработал А я остался Фактически Концентмейстером Тем более Что в Эйнштейне Инфаркт хватил И я Как штурман Как структурный человек Как понимающий Так сказать Командную роль Кого-то Оркестр Пока в Эйнштейне Работал Я его держал Ну и По должности Как концентмейстер Я уже играл В джаз-квинтете С Сашей Морозовым Если надо было Выступать Малыми составами То я был впереди Но если честно Говорить То на роль Выдающегося солиста Я не тянул Я музыкой Начал заниматься Восемнадцать лет И Пальцевую технику Так и не развил Вот это как раз Был мой следующий вопрос Как вы сегодня Оцениваете себя Тогдашнего джазиста Ну поскольку Хороших музыкантов Было мало Я был крепкий середняк То есть в оркестре Я свою партию тянул Соло Не знаю Стал бы я себя слушать Сейчас или нет Но Мне Бутман сказал Что он видел Запись на телевидении Где-то Нас записывали ночью Как я помню Сначала мы записывали В студии Потом изображали Игру на камеру Это была моя композиция Называлась Фарида Я ее так и не нашел Она была в стиле Артблейке Джаз Мессенджерс Я ее играл С тромбонистом По фамилии Мусоров Он играл на тромбоне На четырьмя клаванами Назывался Эйфониум И он в импровизации Не верил Как оркестровый музыкант И соло Свои себе Он все написал И он их играл Одинаковые Все Значит Каждое Но меня Бутман Тогда похвалил Говорит Очень стильное соло Потому что Ему понравилось Я там играл Под двойной шоттера Ну значит Кому-то что-то Когда-то нравилось Но конечно Сравнить меня С Геной Гольштейном Костей Носовым Было нельзя Но были оркестровые музыканты Которые не умели Играть то Что я умел Так что Я такой был Солист средней руки Ну вот Элла Дочь Вайнштейна Мне говорила Что он вас Очень любил Ну Иосиф Владимирович Мы Естественно Все слегка Побаивались Но тоже Очень любили Потому что Он человек Был нелегкий Очень взрывной Иных руководителей В советской власти Быть не могло Потому что У Вайнштейна У моего отца По специфике работы Было много общего Капитан судна Никогда не может Расслабиться То ли чумная крыса Прокралась на пароход То ли какой-то Клапан где-то протек И начало все Заполняться водой То груз попортили То моряк Попал в пьяную историю Ну в общем Опасности надо ждать Каждую минуту Если ты ее ждешь Может быть она тебя минует Точно так жил Иванштейн Он ждал гадости Каждую секунду Поэтому к ней был И они происходили Да Когда происходили Он был готов Да Иванштейн приходил Значит ему говорили Садись Он говорит Спасибо я уже сидел Он сидел в тюрьме Да я знаю Иванштейн потом мог все Я могу порой Легендарных историй Про него рассказать Он жил на Пятой Советской У него был теплый гараж Советское время Это вообще было Роскошь Не знаю Как дворец иметь Конечно К дворцу К этому гаражу Стали подбираться Первым Стала подбираться Аптека Ей нужно было Подсклад Помещение Они написали заявку В городское управление Горсовет Горсовет подмахнул Потому что Аптека это аптека А кто такой Вайнштейн Никто Но они на такого напали Вайнштейн взял Тут же консультанта Инженера Который Произвел инспекцию Этого гаража И написал заключение Что по гаражу Граждане Вайнштейна Проходит Фановая труба И в случае Ее прорыва Будет нанесен Аптеке урон Аптеке отказали Следующим Подбираться Стал гастроном Под винные бутылки Они говорят Винные бутылки Можно с фановой трубой Можно Ничего Нормально Тогда В Горсовет Пришло письмо Старого фронтовика Ветерана Майора Вайнштейна Где он пишет Что я живу На Суворовском проспекте Который ведет К Смольненскому дворцу К лебели Революции Святому месту Для всех нас И как же больно видеть Когда из винного магазина Выходят люди С бутылками Тут же их распивают На ступеньках Валяется Короче Винный магазин Закрыли Ну вот это вот Вайнштейн Человек Невероятных ресурсов 68 год Оркестр Вайнштейна Собирается на сцену Мы уже сдали Концертную программу И вот-вот Скоро поедем на гастроли И вдруг Летом По хрущевскому набору Приходит распоряжение Всех запасников Офицеров Офицеров запаса Призвать А я штурман Подводник Командир БЧ-1 На подводной лодке И меня призывают Значит Уже я знаю число Через три дня Я должен прийти С ложкой С кружкой С паспортом И меня отсылают К чертовой матери Туда За Камчатку То есть Оттуда Через два года Я выберусь Неизвестно кем И выберусь Ли Неизвестно Сидит молодая жена Родившая сына Сыну там Месяц Я не знаю Короче Полный завал Я прощаюсь С жизнью И ну Все И вдруг За окном Раздается Бодрый голос Иосифа Владимировича Где тут Пионерская 5 Значит Пионерская 5 Это дача была Тестя моего На которой мы жили С женой И вот появляется Иосиф Владимирович С администратором Оркестра Ромой Моргуляном И сообщает мне Что Вайнштейн Меня отбил От того призыва От 29 человек Которых забирали Из Ленинграда Оставили только Какого-то физикоядерщика Незаменимого И меня Вайнштейн Меня отбил Пользуясь связями Еще с войны Он По флоту И по всему фронту Ездил с оркестром Со своим Давал гастроли Буквально на передовой И всех адмиралов Того времени И капитан Он знал Он шел к адмиралу И сказал Этот человек Без него оркестр погибнет Все Давайте решайте Короче Меня отмазал И так вот Понятно я И вообще По-человечески И по-музыкански И прочее Вот это время Конечно Я ему был должен И я отработал До 70-го года Пока Не изменилась у меня Судьба К сожалению Наше время Истекло Мы обязательно Продолжим Наш разговор А пока я С вами прощаюсь До следующей субботы Всем доброго Интеграл Похож на саксофон Часть 10 Берлиоз И Адольф Сакс КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok